Приветствую вас. Раз вы обратились за литературой, за какой-то информацией, то я предлагаю вам вначале, как основополагающий момент для вашей проблемы в качестве основы, взять теорию драйверов. Так и напишите. Это теория драйверов. У вас, вам уже дали Эрика Бёрна, вам по Бёрну выстрелил один из драйверов. Будь идеальным. Будь идеальным, будь лучшим всех и так далее. И вы пытаетесь этому драйверу следовать. Через что? Через сценарий. Родительский сценарий. Теория драйверов. И вы, рождающийся на этой почве установки. Установки. Установки со знаком плюс и установки со знаком минус. То есть вот у вас установки. У вас драйвер. Будь идеальным, да? Реализуется, воплощается через, значит, установку. Я должна быть лучше всех. Вот. То есть что это такое? Что это такое? Сейчас мы уже, мы уже с вами немножечко, немножечко, чуть-чуть психоанализа уйдем. Да? Чуть-чуть. Если вы хотите быть лучше всех, да? Значит, вы хотите быть идеальным. Человек, который хочет быть идеальным, да? Это кто? Да, по сути дела. По сути. Это нарцисс. 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 Это человек, который идеализирует. Все вокруг. Вот. Идеализирует окружающих. Вообще, идеализирует вообще все. Вот. Абсолютно. Да? Абсолютно все и всех идеализирует такой человек. Ага. Но при этом, при этом, при этом, такой человек обесценивает себя. То есть в глубине души он себя обесценивает. Почему? Почему? Почему происходит процесс обесценивания как раз? Такий. Процесс обесценивания происходит потому что, потому что человек себя не принимает. Ему, чтобы себя принять, нужны условия. Ну, условия нужны человеку. Потому что его, ну, вот, у вас в данном случае, да? Ваша мама не принимала. Безусловно. Да? Она хотела, чтобы вы были, ну, как сказать, лучшей во всем. Возможно, да? Вот. Вот. И так же вы не принимаете себя полностью. Вот. Отсюда вытекает название того, что с вами происходит. Это называется тип личности психотик. То есть вы психотик. Психотический тип личности. Это какой психотический тип личности? Это, ну, кстати, тоже можно об этом почитать. Такие общие, ну, такие общие, как бы, теории, да? Если хотите изучать. Сам они найдёте. И авторов конкретных. И, в общем, всё, что нужно. Вот. Значит, психотический тип личности. Это тот, такой, такие люди, которые нуждаются в других. То есть сам человек, вот, сам по себе человек, он себя чувствует, ну, плохо, нехорошо. Он себя чувствует, ну, неуверенно как-то, вот, знаете, ему боязно, страшно, там, тяжело, вот, и так далее. И только через других людей у человека такого получается обрести какое-то, вот, такое, знаете, ну, душевное спокойствие. То есть когда человек с кем-то, у него всё здорово. И вы привязываетесь к людям по той причине, да, что именно через этих людей вы можете дать себе, восполнить себе, 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 то, что, собственно говоря, нет у вас. То есть на людей, на людей возлагается ответственность по принятию вас, за вас. Вот. И получается так, что вы вместо того, чтобы самостоятельно нести ответственность за себя и за свою жизнь, да, вместо этого вы перекладываете ответственность на других людей, за себя, за себя. Почему вы так делаете, опять же, потому что ваша мама, она, по сути, поступала так же. Ваша мама, она снимала с вас ответственность, да, и как бы, как бы, как бы, как бы она говорила, вот ты должна, ты не должна думать сама, да, ты не должна делать сама, делай только так, как нужно, там, например, как нужно мне, как нужно, там, другим людям, ну, и так далее. И ориентируясь постоянно на других, вы, ну, естественно, как по-другому, вы и привыкли, по сути дела, перекладывать ответственность, значит, себя на других людей. И тут, тут, тонкость вся именно вот в этом, что вам необходимо понять, понять хотя бы для себя, вот хотя бы, для чего я, да, да, зачем я привязываюсь к людям, почему я это делаю, почему я привязываюсь к людям, что меня привязывает в этих людях. Вот что конкретно меня привязывает. Ведь привязка – это что? Это желание, да? Привязка – это что? Это потребность. Вот. Какая потребность? Ну, опять же, какая потребность и в чем? Тут же можно говорить о представителе гуманистической психологии, Абрахаме Маслоу и его пирамиде потребностей. Вот. Кабарей, ну, на мой взгляд, весьма хорошо показал механизм мотивации человека. Это раскрыл мотивационную составляющую поведения человека. Вот. Что движет, да, человек таким, чего он хочет и так далее. Если говорить о чтении книг, да, и о прослушивании книг, то я рекомендую вам вот это, эти направления. Ну, теперь, когда я сказал, да, теперь, когда вы меня хочется верить, ну, я надеюсь, что услышали, вот. Попробуйте мне дать несколько комментариев именно по поводу вашей проблемы, именно по поводу вашей ситуации для того, чтобы, ну, как бы высказать свое мнение и дать какие-то комментарии. Значит, во-первых, сразу скажу в дополнение к моим коллегам, что все, абсолютно все книги, которые написаны, ну, психологами, для психологов и так далее, да, это книги написаны исключительно для тех, кто либо учится, то есть, ну, обучается психологии, либо те, кто просто интересуется ей, интересуется ею психологией, думаю, и все. Знаете, какая штука? То есть нельзя изучать книги, нельзя читать, смотреть, слушать психологическую тематику, да, если у вас есть какие-то проблемы, ну, у вас самой, если есть какие-то проблемы. Ну, этого делать нельзя. Потому что вы себе не поможете ни в коем случае. А я бы сказал, что только навредите вы себе таким образом. Потому что, потому что читая литературу и слушая литературу, вы будете волей-неволей пропускать это через себя, через свои какие-то мысли, через свои убеждения, может быть, через свои проблемы, через свои механизмы защиты. Понимаете? А человек сам, когда пытается читать литературу, он совершает самую большую ошибку. Он использует знания, ну, вот, которые к нему пришли, да, для того, чтобы лучше защищаться. То есть просто, чтобы был механизм защиты такой более хороший. А у меня, например, вот эта вот установка, а у меня, например, вот эта вот проблема, да. Ну, допустим, допустим. Понимаете? Какая вещь получается. И в итоге, в итоге, что? Лучше кому-то становится от того, что происходит? Нет. Совершенно. Ни о каком улучшении речи вообще не идет, потому что человек находит, находит способы, да, защититься от, ну, своей проблемы. И все. Проблема не исчезает. Далее. В детстве мама хотела, чтобы я была везде лучше. В учебе и в кружках. И мне всегда как-то хотелось соответствовать ее ожиданиям. Стараться из кожи вон лезть. Давайте подумаем. Во-первых, почему мама хотела, чтобы вы были лучше? Вот именно ей это было зачем? Ну, вот, по вашему мнению, может быть, давайте так. А вот, по вашему впечатлению, зачем ей это было нужно? Это первое. А второе. Могли ли вы действительно заслужить ее, ну, я не знаю, одобрение? Могли ли вы действительно заслужить ее, нашу похвалу, реальную похвалу? Об этом подумайте. Дальше. Понимаете ли вы сейчас, уже сейчас, будучи взрослым человеком, что ваша мама была и, в общем-то, скорее всего, и является дальше, то есть продолжает быть заложницей обстоятельств своих, жизненных обстоятельств. Вот. Понимаете ли вы это, что ваша мама никак не могла вас похвалить? Она не могла, она не могла вас похвалить, потому что она себя, себя не принимала. И у нее была очень сильная фрустрация по поводу того, что вот она не может чего-то достичь. Фрустрация предлагает, или лучше сказать, даже не предлагает, фрустрация предполагает наличие защитного механизма всегда. То есть, если я фрустрирую, то я должен как-то защититься от этого, как-то компенсировать это, свое нереализованное желание. То есть, либо я делаю что, либо я обесцениваю то, чего мне нужно добиться, то, чего я хочу, либо я обесцениваю это. Вот. И как бы, обесценив, я доказываю себе, что мне это, в общем-то, ну и не надо было. Вот. И не нужно мне это никогда. Никогда. Либо я делаю сублимоциты и сублимирую, то есть переношу на что-то другое. Вот. Ну и там есть еще множество других механизмов, вот я о них сейчас не буду. Речь о том, что наша мама использовала процесс сублимации для того, чтобы реализовать свои собственные желания. Потому что сама она сделать этого, ну, не могла никак. Ну, по ряду причин. Сама она сделать этого не могла никак. Хотела бы, рада была бы, но никак. Вот. Это тоже нужно понимать. Хорошо. Почему вы хотели? Чтобы вас приняла мама. Хотели и хотите до сих пор. Да? Почему? Потому что любому ребенку нужно, у любого ребенка есть потребность в принятии. Чтобы его принимали. Безусловно. Таким, какой он есть. Ваша мама этого не делала. Да? Точнее, она ставила условия для этого. То есть, ты должна быть такой-то, 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 чтобы я тебя, там, ну, я не знаю, полюбила, приняла, поняла и так далее. Ну, вот. И вы всегда теперь стремитесь к этому самому условию. Потому что, безусловно, вас никто не принимал. Там вы себя, безусловно, принять не можете. Ну, вот. И, собственно, возникает вот такая проблемация периодически. Отсюда ваши потребности. В людях отсюда. Это привязывание к людям. Ну, и все-все-все-все-все, что вы можете контролировать. Вот. Дело здесь не в низкой самооценке, как вам сказал мой коллега. Правильно сказал мой коллега. А дело здесь в том, что у вас есть тревожность. То есть, есть модель поведения. Определенная модель поведения. И эта определенная модель поведения подразумевает, именно подразумевает, что будут некие условия, которые позволят вам рассчитывать на то, что другие люди вас, там, я не знаю, ну, поймут, примут и так далее. И когда ситуация выбивается из привычного, так скажем, течения, вы сразу начинаете испытывать тревогу. Потому что по-другому вы не умеете. То есть, дело не в самооценке. Самооценка, да, она может быть у вас и не на высоком уровне, но работать с ней в самооценке эффективно, по крайней мере. Можно только после понимания того, где вы, где ваша мама, после, так сказать, научения честности, честности, чтобы вы были честны сама собой. Вот я полагаю, что только после этого можно говорить о работе над самооценкой. Только после этого. К сожалению, не раньше. Никак. Это невозможно. Вот. Понимаете, сколько книг вам нужно просчитать разных, чтобы помочь себе. И еще не важно, что эти книги вам дадут то, что вы хотите. Не важно, что эти книги помогут вам. Конечно, читать их или не читать – это ваш выбор. Я думаю, что те направления, которые я дал вам, специально не давал авторов конкретных, чтобы вы сами посмотрели, поизучали, если хотите. Но, тем не менее, тем не менее, я надеюсь, что вы все-таки выберете работу именно с психологом по данному направлению терапию и будете работать. Если реально хотите изменить что-то в своей жизни. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас дополнительные вопросы остались, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!